Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Более 15 лет я помогаю пациентам с различными зависимостями. Сегодня мы с вами разберем тему метадон, как выглядят все мифы, связанные с метадоном, почему употребление метадона так вредно и что делать, если проблема возникла. Метадон относится к группе синтетических опиоидов, он воздействует на опиоидные рецепторы центральной нервной системы и через систему эндорфинов вызывает ощущение эйфории, радости, удовлетворения, плюс обладает выраженным седативным эффектом, то есть успокоения, торможения в центральной нервной системе, ну и всеми побочными эффектами опиоидной группы. Это нарушение перистальтики кишечника, затруднение дыхания, урежение частоты сердцебиений, сужение зрачка, поэтому изначально метадон задумывался как вещество, которое позволит лечить людей, зависимых от опиоидов. Но со временем пришли к выводу, что о лечении речь не идет, зависимость только усиливается. Плюс сама идея заместительной терапии, да, она в некоторых странах прижилась, но в общем можно сказать, что это подмена понятий, которая позволяет немножко докриминализировать область наркотиков, но для самого наркомана эта ситуация тупиковая, заканчивающаяся инвалидностью, распадом личности и преждевременной гибелью. Метадон внесен в список наркотиков. Это вещество запрещено к обороту на территории Российской Федерации. Российская Федерация не поддерживает принципы заместительной терапии метадоном, поэтому оно просто исключено употребление метадона в медицинских целях. Если вас остановят с метадоном, вы пойдете по уголовной статье и, скорее всего, попадете в тюрьму. Метадоном нельзя вылечить опиоидную зависимость. Метадоном можно только усугубить опиоидную зависимость, потому что это синтетический опиоид, обладающий еще большим сродством к мозговым рецепторам, вызывающий еще более тяжелую зависимость. Единственным плюсом метадона является его длительное действие, за счет которого количество инъекций или употреблений существенно падает. Если там опытному наркоману нужно колоться каждый день, иногда даже несколько раз в день, то под метадоном это может быть 2-3 дня отдыха, когда он не колется. Соответственно, не усиливается распространение различных инфекций, передающихся именно с инъекционным способом ведения, с грязными шприцами. Декриминализируется эта область, потому что в странах, где распространена заместительная терапия, наркоманам эти препараты выдаются, им не надо никого грабить, чтобы добыть деньги на дозу, не обогащается наркомафия. И это имеет ряд положительных моментов, но для самого наркомана это тупик, потому что и ломка при отмене метадона, и само длительное пребывание метадона в организме и долгое выведение делает человека очень зависимым, и самостоятельно бросить употребление метадона практически невозможно. Метадон является синтетическим аналогом опиоидов, он выраженный эйфоретик, дает расслабление, эйфорию, радость, эмоциональный подъем, седативные эффекты, позволяющие забыть о тяготах жизни. То есть, ну такой очень долгоиграющий, хороший, качественный препарат для снятия любых тягот жизни, для получения максимального удовольствия. Поэтому он дает максимально быструю и физическую, и психическую зависимость. Психическое проявляется в желании повторять, в тяге, в лечении к веществу. Физическое проявляется тем, что присутствует тяжелейший абстинентный синдром с выраженными явлениями ломки. Сама мысль о том, что это надо переживать, толкает наркомана на добычу все новых и новых доз и на непрерывное употребление. Поэтому говорить о том, что он может излечить, облегчить жизнь, нет, он вызывает тяжелую зависимость, приводящую к инвалидности и к смерти. Какие последствия от употребления метадона? Помимо деградации личности, тяжелой зависимости и преждевременной смерти, есть локальные изменения в области вен. Метадон – это мощнейший синтетический опиоид, который достаточно быстро разрушает периферическое венозное русло, вызывает тяжелые язвенные изменения, тяжелые изменения трофические, нарушения оттока, тяжелейшие отеки. У людей формируется так называемая рука боксера, то есть выраженные отеки периферических тканей, флебиты, тромбозы. Поэтому человека, который употребляет метадон, очень легко узнать по серьезным трофическим изменениям. Помимо этого возникает деградация личности, апатико-абулический синдром. Такие люди, как правило, не работают. Они достаточно ленивые, невнимательные, не могут выполнять даже самые примитивные рабочие функции. У них нарушается аппетит, они достаточно худые. Изменяется функционирование головного мозга, нарушается память, внимание, можно отмечать выраженное снижение интеллекта. То есть синтетические опиоиды при длительном применении меняют все функции органов и систем, вызывают различные изменения в печени, в сердце. Это достаточно тупиковая ситуация. Даже там, где государство дает это в качестве заместительной терапии, доза все время повышается, рано или поздно заканчивается какими-то другими экспериментами с наркотиками, передозировками, тяжелыми некрозами с потерей конечностей. То есть изменения, они многообразные, и ни одного из них нету из спектра положительных. Будет все хуже, 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 эйфории все меньше, ломка все тяжелее. Ситуация тупиковая. Чем раньше начато лечение, тем меньшими жертвами удастся добиться выздоровления. Очень частый вопрос, к которому к нам обращается, как понять, что родственник употребляет метадон. Надо честно признать, что метадон редко бывает дебютным наркотиком. Скорее всего, в анамнезе у такого родственника и алкогольная зависимость, и какая-то зависимость от конопли, возможно от стимуляторов. К метадону приходят не сразу. Это первый момент, который должен настораживать. Следующий момент, как и любое действие опиоидов, имеет очень четкую симптоматику. Это суженный точечный зрачок. Его, как правило, колют. То есть это трофические изменения области периферических вен, какие-то воспалительные флебиты. Это язвенные изменения, нарушения трофики, отеки. Причем такие выраженные становятся, как рука боксера. Раздутые пальцы, потому что полностью нарушается отток через систему вен верхних конечностей. Что еще? Меняется поведение человека. Он то очень благодушен, то раздражен, когда не удается принять дозу. Если, не дай бог, начнется обстиненция, ломка, это выраженный болевой синдром, этот человек не находит места, стонет. Это состояние ни с чем не спутаешь. Ну и, конечно, полное нарушение социальной адаптации. Такие люди часто теряют работу, учебу и тяжелые финансовые проблемы. Метадон – дорогое вещество. И вы всегда можете отметить, что стали пропадать деньги, возникли какие-то финансовые проблемы. Человек не может объяснить, куда делись деньги. Вообще любые странности в поведении, любые неожиданные изменения должны настораживать и являться поводом для анализа. Если, не дай бог, вы подозреваете наркотики, дальше должна следовать четко консультация у врача-нарколога, проведение тестов. Метадон прекрасно определяется по тестам. Он долго держится, до двух-трех недель. Поэтому все вопросы должны быть сняты, и в случае положительного результата максимально рано должно быть начато лечение, потому что это тяжелая зависимость, лечится она долго, и чем раньше мы начали лечить, тем быстрее будет результат. Если у вас остались вопросы по лечению метадоновой зависимости, звоните на нашу круглосуточную анонимную линию. Мы ответим максимально честно, быстро, и в случае наличия у вас проблемы, обязательно вам поможем. Данное видео снято для сайта странапротивнаркотиков.ру